Я спускалась, у меня собака сюда забежала. Да? Да, я сначала не поняла, что это, кто это. Когда подошла ближе, поняла, что это маленький мальчик. Он лежал, ну прям лежал. И голова вот с той стороны, вот здесь вот ножки. Юлия Белова живёт в многоквартирном доме в Красноярске. Она рассказывает, как спускалась выгуливать собак и между третьим и вторым этажами нашла маленького мальчика. По её словам, ребёнок крепко спал. Женщина знала, что внизу есть частный детский сад, поэтому взяла малыша на руки и отнесла туда. Получается, нянечка. Вот, она открыла, я возмущаюсь, говорю, как так, почему ребёнок уснул без присмотра там и так далее. На что она просто меня вот молча вот так вот забрала вот с такими вот глазами и захлопнула дверь. Ну, я знаю, что садик гуляет где-то, они гуляют где-то с пол одиннадцатого до одиннадцати. Я пошла с собаками гулять в пол первого. Хозяйка сада уверяет, весь этот рассказ просто вымысел. Со слов женщины, после прогулки детей завели в помещение садика и тут же закрыли входную дверь. Но уже через несколько минут обнаружили, что одного малыша не хватает. Вышли в подъезд и забрали ребёнка. Это ну две, ну три, ну четыре минуты. Про два часа это придумала дама, которая водит собачек ещё раз без намордников, без балашков и, соответственно, имеет недоразумение с родителями. Юлия в ответ на такие обвинения показывает двух крошечных собак. Женщина говорит, что ни разу не слышала ни одной претензии к своим животным. Историю о малыше, который якобы спал в подъезде, она опубликовала в интернете. Именно так родители ребёнка узнали о происшествии, после чего забрали сына из садика. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы города Красноярска, которая является учредителем и управляющей частным детским садом, расположенным в одной из квартир многоэтажного жилого дома в советском районе города Красноярска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если выяснится, что ребёнка действительно на два часа забыли в подъезде, то виновных могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, отправить на принудительные работы сроком до двух лет или лишить свободы на тот же срок. Мария Антюшева, Павел Пателицын, Новости. Продолжение следует...